Обычный двор многоэтажки, но сразу понятно, здесь скоро что-то произойдет. Собрались сотни детей и взрослых. В воздухе витает волнительное предвкушение. Тем, кто не в курсе, поясняют. Сейчас появится Дед Мороз. И вот едет он, Дед Моробус. Нарядный микроавтобус привез артистов. Они покажут представление прямо во дворе. Можно смотреть даже из окон или устроившись повыше на детской площадке. Проект в Дубне реализуется впервые. Остановки праздничный транспорт сделает во всех частях города. Ни к чему нам бить баклуши. Ну-ка, взялись все. За уши. За уши. Где у вас уши, ребята? Яркие костюмы, веселые песни, захватывающие развитие сказочных событий, взаимодействие со зрителями. Дети не успели замерзнуть, пели и танцевали вместе с Бабой Егой, Соловьем, Разбойником, Холодом и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой. Узнали через интернет. Сейчас в ВКонтакте везде очень много сообщений. А так у меня трое детей. Им всегда очень нравится представление с Новым годом. Нам очень понравилось. Все весело, здорово. Подготовка к праздничному рейсу Дед Моробуса стартовала несколько месяцев назад. Были задействованы десятки человек. Искали сценарий, продумывали образы и много-много репетировали. Мы изначально думали, что такого количества народу к нам не придет. Потому что это все-таки первый наш опыт. Но сейчас, когда мы приезжаем, уже целый двор деток. И самое интересное, что к нам фотографироваться после спектакля подходит не только дети, но и взрослые. И то есть это очень важно. А еще нашему Деду Морозу передают ребята письма. Поэтому если вдруг вы еще придете к нам на елку, то обязательно захватите ему письмо. Сегодня Деду Морозу дети нарисовали моробус и снегуробус. Отдали подготовленные заранее письма. Пятилетняя Алиса с собой на праздник во дворе взяла еще и подарок для доброго волшебника. Я ему сделала елку. Нарисовала елку, но еще с игрушками наклеила. А сейчас что ты ему подарила? Ледышки. А почему подарила их? Потому что они холодные, они холодильники были. А Дед Мороз любит ледышки? Да. За два дня Дед Моробус сделал восемь остановок. Волшебную сказку по несколько раз показали на Большой Волге и на Левом берегу. Праздник привезли не только во дворы, но и в скверы, парки, на площадь космонавтов. Нам очень нравятся эмоции ребят, которые взаимодействуют с нами во время спектакля. Очень нравится, что они поют, танцуют и в принципе отвечают персонажам. И даже некоторые ребята просто в процессе спектакля задают вопросы. Типа, а почему так? А почему сосулька закапала, если сейчас холодно? И ребята им отвечают. И вот это вот самое важное, что они потом подходят и просто говорят спасибо. А некоторые ребята, кстати, ездят за нами из двора в двор. То есть вчера у нас были ребята, которые прошли на всех четырех представлениях. В следующие выходные праздник приедет во дворы Черной речки и институтской части города. Приглашают всех. Полное расписание можно посмотреть в наших группах в социальных сетях. Наталья Равчук, Александр Плотников, Новости Дубны.